добрый день добрый день снова отвечаем на актуальный вопрос венсполчан сразу первый комментарий на портале считаю что тех кто закупил венсполсе квартир но сам там не живет и держит их пустыми стоит обложить куда большим налогом на недвижимость как вы это прокомментируете ну хорошо вот вы лично не купили да такое предложение кто-то купил вот вы тот не купил вы купили так вы знаете какие налоги правильно вы рассчитывали купить куплю квартиру да вот буду платить и даже налог на недвижимость такой-то купили вдруг власть придумала что обложить корт больше налогом потому что вы там не живете справедливо и кому плохо что вы купили у кого-то квартиру у которого она не была нужна разве в этом есть кому-то плохо тот кто продал он получил деньги правильно у вас есть квартира вы за ней ухаживаете выплатите тепло и так далее да живете вы не живете ну это же дело хозяйское ну и у вас там четыре комнаты а вы живете в одной комнате ну что тогда что же тоже облагать эти три квартиры повышенным налогом ну рижане так сделали я думаю что это несправедливо человек все-таки рассчитывал стабильность налоги так если все налоги меняются да а тут получается какое-то наказание да я понимаю чем речь литовцы накупили да да ну ну а ну а что ну а кто мешал нам купить латышам русским которые здесь живут никто ну и купили слава богу деньги из литвы перри перекочевали в латвию это же как бы греет экономика как модно говорить да так что и я против такого социализма но тут видимо люди жалуются на то что сами они могут получить жилплощадь неважно арендуемую или покупаемую и что квартиры скажем многие или некоторые стоят вне сезон пустыми а летом сдаются по дням ну такой бизнес на туристический сезон социализм был справедливее рынок рынок понимаете это это рынок но арендная плата за квартиру она не покрывает издержки которые надо покрывать если строить новую и пока вот это не выравнилось нового строительства квартир не будет и значит будет определенный дефицит следующий вопрос и видно на портале пишет здорово что наконец откроет новую фабрику у нас лес после шоколадным хотя бы рабочие места будут для местных это единственная фабрика которая откроется в этом году или будет что-то еще да действительно это очень хороший проект это шоколадная фабрика русские инвесторы реальные да вот там где-то человек 50 будут работать но в этом году начнет работать здание высоких технологий где будет несколько предприятий целом там будет работать около 70 человек так что уже это 103 что 100 где-то 20 до вот у нас есть инвестор из украины которым нужно 7000 квадратных метров для нового производства мы начинаем проектировать это здание будет не будет посмотрим весь один инвестор из китая короче мы работаем над новыми проектами да но хоп можно будет сказать тогда когда начинает работать новые заводы вот эти конфетная фабрика сейчас и этот здание высоких технологий это это точно в этом году начинает работать венсплская больница лучшая в латвии пишет докторис на портале за какие заслуги дают такой титул это не сам управление оценивало я не знаю как как они но там было это общество врачей они организовали этот конкурс вот и они сами оценивали так что я могу только поздравить значит всех врачей медсестер весь медперсонал и технических работников у нас действительно хорошая хорошая больница совсем новая наш филиал в талсе не получилось в прошлом году и в этом году так экстренно использовать не мне лично моим членам семьи венсплскую больницу вот и оба случаях врачи работа отработали очень хорошо ситуация была такая 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 довольно сложная я попросил что приехали в эксплу с каждом случае по профессору таким лидеры в тех заболеваний которые шла речь и они сказали что мне чего добавить что венсплские врачи при нем все правильные решения медикаменты курс лечения и все это закончилось очень-очень хорошо вот это было одно связано с воспалением легких такой быстро и острой форме а второе было связано гидрокологии так что в обоих было отработано я я был очень рад что что вот таком ситуации наши раба медики оказались высокими профессионалами за то что и за это спасибо но и сами помещение понимаете ну что чисто усыбрана номера душ все все есть ну 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 прекрасно вы наверняка в курсе а статья адресованной проблеме о проблеме муз училища да о том что в которой изложена якобы лживая информация и и и и некто автор этого вот вопроса пишет что не понимает до конца что за проблема с этим муз училищем и какое финансирование потребуется чтобы его построить в чем заключается проблема этого вопроса да ну значит государственное среднее музыкальное училище венсплси да она находилась в помещении улица кудинеку и она была определена как аварийная по моему где-то двух тысяч каком-то девятом примерно таком году но и мы это не наш училище мы знаем ситуации мы писали правительству что это аварийное может рухнуть надо разместить детей преподаватели что там никто не погиб никто не обращал внимание ни правительство никто дамбровский ничего но когда произошла трагедия золи туда и там погибли столько людей и мы снова написали то они сподхватились потому что там была статус такая отдельный классах нельзя было заходить поскольку мог рухнуть потолок представлять какая ситуация была какое было абсолютно безответственное отношение к школе государственного государственной школы со стороны государства сам управление понимала проблему ну и тогда да да давай быстро разместим где-то там мы помогли где-то разместить дали средства чтобы на аренду платить и договорились с государством о проектировании нового здания и договорились так поскольку была в латвии региональная программа концертных залов там были четыре досмотрена цесис резекне лепа и венцвилс три построены четвертый венцвилс не был построен поскольку государство там давало 9 миллионов евро но само здание там получалось за 30 мы не могли эту разницу финансировать да вот и мы решили что давай подождем ситуации может поменяется нам обойдется это дело дешевле ну вот и было два сообщения государственном правительстве как эту проблему решать и принято решение строить новое здание но там внутри этого здание что был и концертный зал и 70 процентов зданий это музучилище 30 процентов это концертный зал на этом и договорились сделали проект он готов в прошлом году закончили в этом году можно начинать строить для этого училища предусмотрено 11 миллионов евро деньги евросоюза но стоимость и вообще где-то 25 то есть разница где-то 14 миллионов как это проблем которые надо решать сам венцвилскому самоправлению и мы знаем как ее решить ну вот ну есть силы которые не нравится все что происходит венцвилсе которые готовы сделать все что венцвилс гнил но вот но мы это к этому привыкли это так называемые и это конкретная партия это венотиба там есть крыло соросистов ну они контролируют масс-медиа там они первый канал государственный контролирует во многом который первый начал эту кампанию потом то витрису начать 3 ну еще некоторые подсоединились да и главное живо это там например говорят что там учится музыкальный училищ 60 а там учится почти 500 самое большое за пределами за пределами реки ну видите все новое всегда противоборство есть да я чувствую что лепой чанит там что-то там да там статья была одна и газете лепойской что мол ну лепой есть концертный зал для чего нужно венцвилсе до 700 мест у нас не 700 мест у нас меньше у нас не полный 600 лепой по 1000 нам не нужна такая большая как в лепой да и надо им сотрудничать расстояние 110 километров то венцвилс не поедет туда правильно нам удобнее до риги добраться чем до лепой ну вот так что ничто без борьбы не дается но мы движемся вперед в январе было принято одно очень важное положительное решение для нашего проекта сотрудничество министерством культуры нас хорошая так что я думаю мы преодолеем противоборство этого проекта господин лебер как вы прокомментируете слух я не буду называть адрес этого портала на котором появилась эта новость но в том числе в этой новости было указано то что еврокомиссия якобы может и и урезать это финансирование который по их словам утекает венцвилс да они они значит сделали такой ход очень такой не солидный в отношении всего латвийского государства что они направили вот эту как бы жалобу комиссии еврокомиссии что вот мол не эффективно тратится деньги так и далее мы должны сейчас подключиться разъяснять пояснять что там не 60 а 500 да и что там здание вообще нет да и что это музыкальное самое большое за пределами города риги да что там софинансирование и сам управление и так далее ну то есть мы должны ну объяснять и подтверждать свои под свои подходы да может быть там снизит какой-то долю финансирования не будет 11 миллионов до из 24 5 может быть будет 9 посмотрим посмотрим выйти ну без борьбы ничего не дается так что я не привыкать в рубрике ловит избал с такой комментарий что в порту опять не могут поделить раз так сильно ругает калия парк у меня появилось впечатление будто плохие все те предприятия которые не связаны с ленбергом ну папа папа калия паркс как раз пишет что со мной связано то получается что я как бы душу и ругаю свое детище да тут не важно кто акционер тут совсем другое дело калия паркс грузил 5 миллионов тонн больше 5 миллионов сейчас в прошлом году чуть чуть больше 100 тысяч 140 сошел но свободный портверсис получает 1 евро за каждую тонну портовые сборы 5 миллионов 5 5 миллионов евро правильно 100 тысяч 100 тысяч есть разница 5 миллионов 100 тысяч 10 процентов из 5 миллионов это деньги самоправления 500 тысяч от 140 14 тысяч 500 тысяч 14 есть разница для нашего бюджета есть разница калийное удобрение выпускается белорусами больше или меньше чем там десять лет назад больше где они ушли извинствоваться в клайпеду почему ушли урал калий хочет грузить эти это там там босто там этому калл и пар сейчас рудов мироны доверен лицо генпрокуратуры да а он шули схему делает никто с ним работать не хочет испортил со всеми отношения грузов нет никто их не хочет перевозить экспонировать не умеет договариваться не умеет вот и нет нет объемов клайпеде было там пара миллионов сейчас 10 миллионов калийных удобрений ты рядом у нас все готово два причала мощное перегрузочное устройство все хранение все порядке надо только уметь организовать коммерческую работу надо сотрудничать россия российская дорога латвийская дорога белорусы белорусская дорога латвийская дорога но все на антенде делать не умеют делать схемы левые схемы чтобы левые деньги но они не хотят так работать все эти времена прошли не 90-е же где-то 50 где-то миллионов 70 миллионов евро а тут ничего не надо строить все готово да не надо тратить деньги 70 вложил надо же их отработать правильно так что вот так что ругать это справедливо не важно кто там кто там акционер а значит 5 миллионов тонн это 5 миллионов евро свободный порт венспу за счет портовых грузов портовых сборов из 5 миллионов 10 процентов сам управление получает это 500 тысяч в прошлом году 140 тысяч салонный порт венспу получил не 5 миллионов а 140 тысяч венспу сам управление получила дума 14 тысяч 500 тысяч 14 тысяч есть разница есть может быть у арабов нет но она у нас есть вот вся сказка которая плохая басня да что сейчас будет с каля парком я так понимаю что управлять не знаю я думаю пусть они подорят государству или сам управление мы справимся с этим задачей или продадутся за нормальную цену все это понимаем будет высказано сейчас предупреждение что они должны грузить тот объем который не когда-то обещали они обещали конце 90-х шесть полный миллионов а есть 140 но есть разница мы же не определяемся позитивную такую новость арнис пишет на портале понравилась акция в парке водных приключений на день валентина предлагаю делать и акции почаще посетителей было много до директор олимпийского центра господин бойтмирс это предложение прочитал и последнее последний вопрос мая на портале задает где в этом году будут новые велодорожки надо бы вокруг бушников чтобы семьей кататься вместе то я там ездил вокруг бушник там есть такая дорожка но она будет в этом году ну так как я скажу так это не будет дорог дорожка такая как мы привыкли такой твердым но она будет сделана так что там было более-менее нормально ехать вокруг бушники на этом все спасибо до свидания